Здравствуйте! Мы продолжаем беседы о русской культуре, продолжаем разговор о художниках начала XIX века. И тут важно помнить о том, что разница между столицами старой и новой была все еще очень актуальна. Вера Всеволодовна Донец, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи, автор книг и статей по истории русского искусства. Дело в том, что самые блистательные мастера и учились, и работали, и жили в Петербурге. Москва считалась не просто старой столицей, она привередливыми и модными петербуржцами воспринималась уже как некая полузабытая деревня, медвежий угол. Дескать, что нового, изысканного, блестящего, интересного может прийти из Москвы? В то время как в Москве все-таки была своя культура, своя жизнь, свои традиции. Было много разговоров о том, что разницу между москвичем и петербуржцем легко заметить. В полушутку рассказывали, что в Петербурге можно отлично сделать карьеру, а в Москве хорошо жениться и пообедать. Но кроме этого, в Москве были свои художники, свои мастера, с каким-то своим языком, настроением, духом. И вот об этих москвичах, рожденных в Москве, впитавших ее дух, мы сегодня поговорим. Василий Андреевич Тропинин Василий Андреевич Тропинин – художник, как всем, наверное, известно, крепостной. Достаточно редкое тогда явление, потому что крепостная неволя и вольное художество – понятия в то время практически несовместимые. И тем не менее Тропинину, если можно так выразиться, повезло. Хозяин не мешал ему творить. Более того, Тропинин успел за свою достаточно долгую жизнь написать около трех тысяч портретов. Портретов Москвы, москвичей. Как говорили про него, переписал всю Москву. И хотя это в основном только лица, дома, улицы, какие-то предметы, обиход московского быта, он редко писал. Все равно это Москва. Это и ее портрет, ее дух, ее дыхание. Тропинин в 12 лет попадает в услужение к графу Ираклию Ивановичу Моркову, москвичу. Из Новгородской губернии переезжает в Москву и считает ее своей, своим домом, своим миром. Мальчишкой он уже рисует. А подросший молодой художник привлекает к себе всеобщее внимание. Хозяину Тропинина неоднократно говорили о необходимости отпустить талантливого юношу на волю. Ему нужно развивать свой талант, говорили Моркову. Ему нужно в Петербург. Но Морков согласился лишь ненадолго отпустить Тропинина в Петербург. И то, когда один из академических профессоров сообщает Моркову, что юноша делает поразительные успехи, граф как будто спохватился, как будто испугался. Тут же затребовал Тропинина назад. Как будто боялся, что даже это мимолетное прикосновение к искусству отнимет у него драгоценного его слугу, художника. Морков вообще очень своеобразно относился к Тропинину. Всячески поощрял его, не мешал заниматься тем, что Тропинин любил больше всего это искусство. Сажал с собой за стол. Тропинин мог подать как слуга все блюда к обеду. А потом садился с хозяевами рядом и разговаривали, и шутили, и что-то обсуждали. Удивительный человек был Тропинин. Очень добрый, умный. Он как будто приязненным взглядом смотрел на все в жизни, даже на свое собственное положение. Даже на какие-то уколы судьбы, которая словно мешала ему свободно дышать, работать, двигаться вперед. Он реагировал со свойственным ему добродушием. Воспринимал как Божью волю. Значит, так надо. И был лучшим советником, лучшим утешителем для подрастающих детей Моркова. Он их такими и изображал, одухотворенные, тонкие, юные лица. Люди явно родные. И люди, которым явно он, как слуга, не хочет польстить. Он смотрит на них взглядом равного. Он видит в них лучшее. В сыновьях, в дочери, графа, хозяина. Но все-таки больше всего Тропинин любил изображать обычных людей. Это словно взгляд человека, проходящего мимо по улице и увидевшего дивную красоту нежного девичьего лица, задумчивую строгость матери семейства, ее словно идущую из души теплоту, семейственность. И замечательные мужские характеры. Рассудительные, мужественные и тоже какие-то уютные. В зале, где собраны творения Тропинина, в музейном зале, всегда ощущается это дыхание доброты и теплоты. Однажды Морков проиграл большую сумму в карты. Ведь в то время, в начале 19 века, карточные долги считались священными. И сумма была настолько большой, что Морков схватился за голову. А тот, кто у него выиграл, сказал, граф, да не волнуйтесь вы, я прощу вам ваш долг, если вы отпустите вашего Тропинина. Но граф собрал нужную сумму и Тропинина не отпустил. Графу словно не втерпешь было представить, как это так. Он клетку откроет и птица улетит. И даже когда уже 46-летнему художнику он наконец-то дарит вольную, он словно оставляет в руке своей ниточку, которая не даст улететь слишком далеко. Получает вольную Тропинин, получает вольную его жена, а сына граф оставляет себе. Но это не означало, что рыдающие родители оставляют мальчика у графа. Нет, ушли все вместе, но поселились в доме по соседству. И только в завещании Морков оставлял свободу Арсению. Арсению, портрет которого стал знаменит. Этот мальчишеский образ 10-летнего сына Тропинина – символ романтической эпохи. Ёной трепетной души, словно согретой и ожиданием лучшего будущего, и горячей отцовской любовью. Столько нежности, столько трепетной доброты в этом портрете, что уже можно не сомневаться, каким удивительным сердечным человеком был Тропинин. Как-то раз въедливый критик, а Тропинина всегда пытались уколоть, ведь он самоучка, ведь он втирается в ряды художников почти бесправно. Но как это так? И он на равных уже получает заказы. Это многих злило. Так вот, Тропинину сказали, где ж это вы, голубчик, в жизни видели столько довольных лиц? Вы думываете? А Тропинин замечательно ответил, да кто же захочет видеть и помнить себя в дурную минуту жизни? Пусть знают и видят себя в добром расположении духа. Так умел этот удивительный человек, этот тонкий, трепетный мастер, сказать о том, что может быть в жизни самое главное – умение ценить прекрасные мгновения, не растрачивать по пустякам драгоценную доброту души, как в дивной кружевнице, которую повез Тропинин, только-только получивший свободу, в Петербург, в Академию художеств. И повез не хвастаться, не получать высочайшее одобрение, повез делиться вот этой самой драгоценной добротой, вот этим взглядом девушки-мастерицы, которая поднимает глаза к нам, как к только что вошедшим в комнату, без раздражения, без притворства, поднимает так просто и по-человечески, словно мы начинаем разговор и принимаем ее приглашение – сесть рядом, посмотреть на ее тонкое рукоделие, поговорить о чем-то, потом вместе попить чаю. Москва же не бывает без этого, без угощения. Тропинин обладал удивительным даром. Он в обыкновенном умел заметить необыкновенное и достойное внимание. Он, может быть, впервые в русской культуре того времени стал писать так называемые халатные портреты. То есть людей в домашнем одеянии, людей в совершенно обыкновенном виде, совершенно не предназначенных для того, чтобы принимать гостей. Они как будто существуют сами для себя. Вот, например, отставной военный полковник Равич. Человек не просто в домашнем халате, он еще как будто с просонья, чуть растрепанный, раскрасневшийся. И удивительно, какой-то у него довольный взгляд. И вдруг становится понятно, почему. Да не с просонья он, а пообедал хорошо. И, кажется, удовольствие этого взгляда, эта чуть ленивая добродушная улыбка, она даже не от обеда, а от жизни, в которой все хорошо, все на своих местах, все как нужно. У Тропинина взрослый с атрибутами той жизни, которая ему нравится, которая нужна. Или домашний халат, или удобный сюртук, или рукоделье у девушки или у матери семейства. А у девушек еще и цветы. Не только символ их цветущей красоты, но и символ того доброго, того ароматного, нежного, что сопутствует им в жизни, что обязательно ждет впереди, как доброе пожелание. И такой же щедрой душевной теплотой обладал второй наш художник. Тот, который умел не просто рассказать о жизни простого человека, а словно и нас самих согреть и теплом летнего солнца, и запахом спелого хлеба, и ароматом этого хлеба, только что выпеченного в уютном деревянном доме. Это Алексей Гаврилович Венецианов, которого мы по привычке называем крестьянским художником. Но он работал и больше, и шире, чем мы это себе представляем, и был тоже совершенным самоучкой. Только он не имел возможности учиться не потому, что был крепостным, а потому, что был старшим сыном московского купца. А старший сын купца – это практически приговор. Это значит, обязательно нужно продолжать дело отца. Никакие другие варианты даже не рассматривались. Более того, если мальчишку ловили за неприемлемым для отца занятием, за рисованием, то его пороли. И, быть может, тогда уже у Венецианова родилась эта мечта. Вырасту и буду учить. И мои ученики боятся рисовать не будут. Мечта исполнилась. В 20 лет он просто уходит из родительского дома. Может быть, и благословение получил, потому что характер, несмотря на всю его кротость, у него был достаточно твердый. И в Петербурге он только-только обосновался, устроился землемером работать и уже публикует в газете объявления. Дерзкая и в то же время исполненная радостной мечты. Недавно приехавший живописец Венециана пишет портреты с натуры, пастелью за два часа. Живет там-то и там-то. И эта вера в свои силы, эта несомненная убежденность в том, что все обязательно получится и будет хорошо, все это помогло ему сначала оказаться в учениках у Буровиковского, а потом принести небольшую картиночку. Он сам так, как будто стесняясь, называл свои работы картиночки. Маленький автопортрет 30-летнего, кажущегося старше художника, автопортрет в дешевеньких круглых очках. И он принес его в Академию художеств на соискание звания академика живописи. И что самое поразительное, в то время, оказывается, не смотрели ни на общественное положение, ни на связи, ни на деньги, а на талант. И звание академика ему присвоили с оговоркой только, без права преподавать. А ведь это и было главной целью. И тогда Венецианов свою мечту-то все-таки исполняет. Он к тому времени женился, и у них вдвоем с женой хватило денег для того, чтобы купить небольшую деревеньку между Москвой и Петербургом в Тверской губернии, в Сафонково. И в это Сафонково в 1819 году он переезжает с семьей с маленькими дочерьми. И это его дом, его мир, его право учить рисовать своих крепостных мужичков. Их совсем немного. Это практически большая семья. Он каждого, конечно, знает по имени. Он для них не просто барин. Отец, учитель, он устраивает и школу, библиотеку, собирает лекарственные травы для местной аптеки, выписывает из-за границы современные журналы по ведению сельского хозяйства. На него, конечно, смотрели, как на чудака, но доброго, заботливого. Он надоедал, наверняка надоедал своими просьбами попозировать. И они позируют, и он совершенно не скрывает в своих работах что в спящем пастушке. Что в знаменитом Захарке крепостной мальчишка стал знаменит именно благодаря работам Венецианова. Серьезный мальчуган в огромной осовской шапке с топором на плече, застегнутый врасплох, просьбой попозировать и рассерженный от этого, досадующий. Он шел по своим делам, а вот теперь бессмысленно терять время. И не скрыл Венецианов, не сгладил эту трогательную детскую обиженность, чуть надутую нижнюю губу, напряженный обиженный взгляд. Не сделал маленького ангелочка, как принято тогда было писать детей, а написал серьезно и честно то, что есть, как видит. Наверное, он также и учил рисовать то, что есть, то, что видишь. И тогда мы поймем, что дивная картина Венецианова «Весна на пашне» это неизящная сентиментальная придумка про крестьянку, которая так грациозно, словно танцует, работает весной в поле. Да не крестьянка это, потому что слишком много несообразностей, странностей тогда остается в картине. Почему она выше лошадей? Почему она вышла на только что оттаившую землю на пашню босиком? Почему ребенок в одной рубашонке сидит на очень холодной земле? Почему она не работает, а словно плывет над землей? Да потому что это весна. Ведь так Венецианов сразу и обозначает в названии картины. На пашне не кто-нибудь, а сама весна. И тогда все становится понятно. Тогда понятно, почему она босиком словно гладит, согревает просыпающуюся землю. Понятно, почему лошади за ней не плетутся еле-еле, подтаскивая за собою тяжелейшую барану, а скользят в той же сказке, в том же сне пробуждения. Кажется, и само небо с нежными весенними облаками, как шлейф за королевой, тоже следует за ней раскинувшей руки, благословляющей иконным жестом будущий урожай. Эта чудесная картина Венецианова не просто нежная аллегория, она воплощение его внутреннего мира, той кроткой веры в силу жизни, в доброту жизни, которая обязательно продолжится, несмотря ни на что. Ведь он всегда на своей доброй земле писал почти исключительно женщин и детей, тех, кто дает жизнь, и тех, кто воплощение этой самой жизни и есть. Растущие, набирающиеся сил, неизменно влюбленные в окружающий мир, благодарные этой силе благословенного окружающего бытия. Как подросший Захарка, узнаваемый на картине Жнецы, рядом с матерью, уже почти юноша, с пробивающимися усиками на верхней губе, он склонился над натруженной рукой материнской, на которую присели бабочки. Ну, разве не видел крестьянский мальчишка бабочек? Ты видел, конечно, но в этот миг снова, как будто что-то небывалое, вот просто чудо рядом, чудо творения Божьего, этой природы, которая способна на невероятное, на красоту, рождающуюся прямо здесь. И эти крылья, тронутые нежным, теплым узором, словно отражение, словно запах и жаркого лета, и тучные невы, и самой жизни, такой теплой, такой душевной, такой драгоценной для нас и для художника. У Венецианова появилось много учеников. Мечта-то исполнилась не только при обучении крестьянских детей. О нем слышали, о нем знали, к нему шли издалека. Сначала в его домашнюю мастерскую, потом он снимает специально квартиру в Петербурге, и туда тоже, в эту неофициальную венециановскую школу приходят юноши. И его ученики, их становится все больше, они приобретают известность. О венециановской школе уже знают на самых верхах. И в академических залах на ежегодных выставках уже им уделяют даже отдельную комнату. Правда, многие фыркают и говорят «школа тверских лапотников». Однако ничего поделать не могут с тем, что толпа зрителей стремится именно туда, где венециановская доброта, где тихая, своя, родная, узнаваемая природа, где удивительные комнаты. Он ведь сам придумал вот такой вот жанр комнат. Комнат как живого организма. Он даже сам так смешно говорил внутренности комнат. Где венециановские ученики, а имена-то их мы уже почти сейчас и забыли, Тиранов, Алексеев, Славянский, Зеленцов, многие другие, они пишут действительно мир, где бьется сердце. В этих комнатах не ссорятся, не шумят, не замышляют злое. Там читают, рисуют, играют с собачкой, смотрят в окно, вышивают. Там хорошо, там какой-то идеальный мир совершенных людей, способных только мечтать, здраво мыслить и делать добрые дела. И вот эта идеальность бытия, она ведь очень роднит современников, столь похожих друг на друга по характеру Венецианова и Тропинина. И не случайно ведь говорили, что в венециановских комнатах хорошо жить героем Тропинина. это действительно созвучно, гармонично, добрый мир и добрые люди. И как нам повезло, что в нашей русской культуре в первой половине XIX века появились эти мастера, напомнившие о том, что, конечно, важна блестящая академическая выучка, но, быть может, в этой простосердечной палитре художников-самоучек есть то, чему тоже следовало бы поучиться хотя бы искренности, хотя бы вот этому незамутненному взгляду на мир, который видит доброе там, где, и не видно ничего хорошего, который способен даже о дурном сказать, ну что ж, значит, так надо, но будет лучше. Именно так говорил венецианов, когда его быстро прославившиеся ученики ушли от него, ушли в большинстве в своем в мастерскую Брюлова, он же был самым блистательным, самым модным мастером тогда, и не прижились, ведь это все равно, что вытащить уже подросшее дерево из своей почвы и пересадить в другую. Они оказались не в своей почве, не в своем мире, они воспитаны венециановым, были по-другому, и многие пропали, перестали писать картины, ушли из творчества, а венецианов оставался. До самого конца, до самой своей трагической гибели, зимой на обледенелой дороге лошади выбросили его из повозки, а он старался их до самого конца удержать. Пожилой человек, до конца веривший в лучшее. Так вот, до конца своей жизни он так и не усомнился в том, что путь у него правильный, что надо говорить о хорошем, о добром. И про ушедших учеников говорил, что ж, они свое у меня получили, теперь пусть двигаются дальше, пусть исполняют свои мечты. Но самая главная мечта его исполнилась. Он поделился добротой. И мы смотрим на его пашню, на его крестьян, на комнаты его учеников глазами тех людей, которым уютно и тепло, которые готовы и дальше это тепло нести. Значит, снова мечта исполнилась. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое и до новой встречи с новыми замечательными художниками. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok